То, что нацистов нужно судить, в Советском Союзе декларировали еще с октября 41-го. После победы провести процесс над нацистами Сталин хотел в Берлине. Но за месяц до начала трибунала союзники решили перенести его в Нюрнберг, город партийных съездов НСДАП, где в 1935-м нацисты приняли свои расовые законы. Так, 75 лет назад во Дворце правосудия начался главный судебный процесс 20-го века. Об этом историческом событии в Москве говорили на международном форуме уроки Нюрнберга. В виде обращения участникам направил президент Владимир Путин. За массовым террором, кровавыми расправами, за обращением в рабство и целенаправленным истреблением целых народов, стояли конкретные организаторы. Высшее руководство нацистской Германии. И государство, подвергшееся агрессии, миллионы людей, которые прошли через нечеловеческие испытания, муки и страдания, справедливо рассчитывали на возмездие, на неизбежное, публичное наказание преступников. Суд народов, на котором были предъявлены обвинения политикам и военным преступникам Третьего Рейха, мог вообще не состояться. Рузвельт и Черчилль предлагали просто расстрелять нацистских лидеров после победы. Но Советский Союз настоял на публичном процессе, убедив, что судить нужно всю систему. Но делать это согласно букве закона. Приговор, вынесенный судом народов, послужил фундаментальным вкладом в будущее всего человечества. Сокрушительный удар был нанесен по основам нацистской идеологии, догмам о расовом превосходстве, жизненном пространстве для исключительной нации, приматам силы над правом. В списке обвиняемых значилось 24 фамилии. В него не вошли ни Гитлер, ни его ближайшие соратники Гиммлер и Геббельс, к тому времени уже покончившие с собой. Второе лицо Рейха, Мартин Борман, предположительно убитый на улицах Берлина, был привлечен заочно. Доказательствами вины послужили сотни тысяч страниц документов, в которых, начиная с 1942 года, советские исследователи тщательно фиксировали преступления нацистов. Один из важнейших роков Нюрнберга состоит в том, что человечество, столкнувшись с таким абсолютным злом, как нацизм, смогло, пусть временно, оставить в стороне противоречия и договориться о создании этого регламента судебного заседания, на котором нацистские преступники были осуждены. Для нас, конечно, важно, чтобы люди из разных стран, историки и общественные деятели, участвовали бы, обязательно участвовали бы в таких форумах и вместе с нами работали бы над сохранением подлинной, неискаженной исторической памяти. За 11 месяцев, что шел судебный процесс, провели 403 заседания. Впрочем, признавать свою вину бонзы Третьего Рейха совсем не спешили. Больше всех сопротивлялся главный подсудимый Геринг, всячески затягивая трибунал и рассчитывая, видимо, на развал процесса. Отношения между вчерашними союзниками к тому времени действительно обострились. Черчилль в разгар суда народов произнесет свою знаменитую фултонскую речь. И хотя еще до трибунала союзники договорились не затрагивать острые темы, например, вопросы мюнхенского сговора или секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа, торжество правосудия довольно быстро сменилось новым витком борьбы за власть и за сферы влияния в новом послевоенном мире. Возникшие трения между бывшими союзниками позволили многим нацистским главарям найти лазейки в международном правосудии и укрыться от справедливого наказания на Западе. Большинство из них прекрасно устроились в новом мире, обслуживая привычный запрос западных политических элит на борьбу с русской угрозой. Военные преступления, участие в преступных организациях, преступления против мира и человечности. Трибунал рассмотрел более пяти тысяч подлинных доказательств. Было продемонстрировано несколько лент кинохроники о зверствах и жестокостях фашистов. Показаны страшные кадры из лагерей смерти. Кадры убийства и стезания военнопленных, женщин и детей в оккупированных странах. Допрошены сотни свидетелей. Тогда же, в 45-м, в зале суда впервые прозвучало слово «геноцид». Новые ранее неизвестные эпизоды зверств-нацистов на оккупированных советских территориях до сих пор продолжают открывать, говорили участники форума. Нами приняты меры в рамках гражданского судопроизводства для разрешения вопроса об установлении юридического факта и признания этих злодеяний военными преступлениями против человечества, геноцидов советского народа. Свидетельства чудовищных преступлений вошли в 23-томный сборник документов, опубликованный к 75-летию Неренбергского трибунала. В рамках федерального проекта «Без срока давности» ведут работу поисковики, поднимаются все новые архивы. Нам, тем, кто занимается историческим просвещением, педагогическим кадром, всем общественникам, нужно, конечно, работать и как можно больше рассказывать, почему мы не приемлем, почему это нужно запрещать на законодательном уровне. Просто должно быть на уровне морального культурного кода. Итогом Неренбергского процесса стало признание СС, СД и Гестапо преступными организациями. Почти всех обвиняемых руководителей нацистской Германии осудили. 16 октября 1946 года, за два часа до казни, рейхс-маршал Геринг покончил с собой, приняв капсулу с ядом. Остальных повесили в спортзале немецкой тюрьмы, где еще накануне американские военные спокойно играли в баскетбол. На всю экзекуцию шло 103 минуты. Впрочем, к моменту завершения работы трибунала в мире уже шла холодная война. Стремление исказить историю появилось еще тогда, и в Европе, и за океаном. Не исчезло оно и сейчас. Звучат, например, мнения о разделении ответственности за развязывание Второй мировой между нацистской Германией и Советским Союзом. В некоторых странах это становится фактически новой официальной трактовкой событий военных лет. А вот в России расследованием каждого случая реабилитации нацизма и фальсификации истории займется Следственный комитет. Мы действительно создали специальный отдел по расследованию преступлений фашизма, но я бы добавил, что в функции этого отдела входит не только преступление нацистов того периода, но и реабилитация нацизма, обеление нацизма, искривление исторической правды и совершенно необоснованные утверждения в виновности Советского Союза и Советского народа в развязывании Второй мировой войны. Безоговорочное осуждение нацизма в Нюрнберге стало одним из тех нравственных принципов, на которых до сих пор зиждется международное право. У тех страшных преступлений нет срока давности, говорили на форуме прокуроры России и Чехии, а также генеральный прокурор Итальянской Республики. А потому ни в коем случае нельзя позволить пересмотреть итоги Второй мировой и обелить нацистов. Ведь 75 лет спустя, очевидно, в Нюрнберге было совершено правосудие, а не расправа над побежденной нацистской Германией. Это был именно суд народов, а не судилище. Служба информации Фонда Истории Отечества.